По некоторым новосибирским улицам тоже впору передвигаться на вездеходе. Город занял 60-е место в России по качеству дорог. В эти дни в мегаполисе работает Федеральная инспекция Общероссийского народного фронта. Проверяют улицы. И не только те, которые горожане отметили на виртуальной карте убитых дорог. Мария Черешнева расскажет подробнее. Улица Кирпичная горка. Улицей ты не назовешь, хотя есть тротуар. Но машины здесь не едут, скорее переваливаются на кочках и ухабах. Здесь стойка, еще надо поменять шаровую. У меня все чехи есть. Эксперты, общественники, представители Общероссийского народного фронта смотрят, как здесь все исправить. Выходит, что никак. По генплану как раз на этом месте должна проходить дорога, соединяющая улицы Федосеева и Ипподромскую магистраль. Но пока ни проекта, ни денег. Улица частного сектора стоит на балансе районной администрации. И это не самый показательный пример в городе достаточно широких магистралей, изуродованных ямами и трещинами. Здесь на учительской ситуации усугубляют в трамвайной рельсе. Они находятся вровень с проезжей частью. То есть автомобилисты имеют полное право сюда заезжать. Из-за этого разбивается не только непосредственно дорожное полотно на полосе движения, но и здесь, на путях. Проект «Карта убитых дорог» — это сайт, на котором автовладельцы и пешеходы могут отмечать самые глубокие ямы и трещины. Инспекторы, впрочем, проверяют не только их. Другие дороги тоже. В городе мы уже четвертый день. Посмотрели достаточное количество дорог, которые были отремонтированы последние четыре года. Это тоже немаловажно, потому что гарантийные дороги, те, на которые были потрачены деньги, важно, чтобы они оставались в хорошем состоянии в течение всего срока гарантии. И мы видим ряд недосчетов, на которые обратили внимание. Ну, видим, что, в общем-то, не так активно работают по исправлению этих недосчетов. В мэрии отвечают — ремонтируем по мере возможности. Погодный и финансовый. Мы ремонтируем наши дороги ровно настолько, насколько позволяет нам бюджет. Вы знаете старую сказку про шкурку и семь шапок? Можно из этой шкурки сделать одну, а можно две, а можно три. Когда принес мастер семь маленьких шапок, шкурка, она одна. И как вы ее не делите, больше из нее не сделаете. Шкурка — это наш бюджет. Насколько нам позволяет бюджет ремонтировать, в каких объемах дороги, настолько мы и делаем. Однако инспекторы заметили тенденцию. Чаще жалуются как раз на уже отремонтированные дороги, которые после зимы чуть ли не хуже, чем были. Разрушение у люков — это повсеместно. То есть, как правило, люк вырезан, но не заделан. И происходит уже разрушение кромки возле люка. Здесь вопросы к подрядчикам. Мэрии отслеживают недобросовестных, но работа это, по сути, впустую. Недобросовестные компании, часто попав в черный список, просто меняют название и продолжают работать. Мария Черешнева, Артем Валевич, Новости ОТС.